Здравствуйте! Вы смотрите канал УТС. В эфире новости экономики и бизнеса. В студии работает Ксения Петренко. Начинаем выпуск с цифры дня. 2 триллиона рублей. Такую сумму собственных сбережений вернули россияне в банки в качестве досрочного погашения ипотечных займов в 2020 году. Этот показатель больше, чем в 2019-м на 1,5%. Сегодня в выпуске о ценах на продукты, новых мерах поддержки бизнеса и соглашении о минимальных объемах продаж топлива на бирже. Смотрите далее. Колбаса и сосиски могут подорожать на 15%. Повысить закупочные цены из-за дорожающего сырья просят переработчики мяса. Аргументирует свои запросы тем, что дорожает сырье, свинина и мясо птицы. Так, год назад тушка бройлера стоила 92 рубля за килограмм, а сейчас уже 138 рублей. Кроме того, по прогнозам, в 2021 году могут вырасти цены и на говядину в пределах 15%. Тем временем в Минсельхозе не видят оснований повышения цен на колбасу. В ведомстве отмечают, что из-за перенасыщения рынка в начале этого года цены на свинину и куриное мясо, наоборот, упали. Продолжение следует... Дефицит моторного топлива в России не допустят. ФАС и Минэнерго подписали соответствующее соглашение о минимальных объемах продаж топлива на бирже. Документ предусматривает рост продаж бензина и керосина с 10 до 11%. Для производителей дистопленного и сжиженного газа объемы также увеличат до 7,5%. Авторы документа уверены, что это позволит привлечь дополнительный объем на биржу и повысит уверенность покупателей. Жители столичных регионов и Крайнего Севера могут себе позволить купить больше бензина, чем все остальные россияне. К такому выводу пришли эксперты Рио-рейтинга. Они составили список регионов с самым доступным бензином для населения. При этом за основу брали не только цену топлива, но и размер зарплат. Чем больше доход, тем больше бензина можно купить. Безусловный лидер – Ямало-Ненинский автономный округ. На среднюю зарплату там можно купить больше двух тонн бензина. На втором месте Москва – 1944 тысячи литров в месяц. На третьем месте Чукотка – 1707 литров бензина. Больше тонны бензина на среднюю зарплату могут себе позволить приобрести жители еще 20 российских регионов. А вот Новосибирская область в рейтинге заняла лишь 31 место. На среднюю зарплату у новосибирца могут себе позволить 833 литра бензина марки АИ-92 в месяц. ЛДПР предлагает выдавать материнский капитал при рождении третьего ребенка. Сумма должна быть аналогичной той, что выдают при рождении первенца. О разработке соответствующего закона проекта сообщил сенатор от партии Сергей Леонов. Он уверен, что такая мера поддержки позволит поднять рождаемость в регионах. Основная проблема большой семьи – это жилплощадь. Брать ипотеку под силу не каждому. В этом случае материнский капитал служит неплохим подспорьем. Кроме этого, третий ребенок часто рождается, когда старшие уже выросли. Им нужна отдельная комната, нужны средства на учебу, заявил сенатор. Он добавил, что материнский капитал станет для многих семей фундаментом, на котором можно построить хорошее будущее своих детей. И в завершении выпуска стоимость биткоина достигла 49 тысяч долларов. Криптовалюта вновь обнальбила исторический максимум. Тем временем, Комитет Госдумы одобрил законопроект о налогообложении этого вида денег. При этом в Комитете заявили о необходимости уточнить целый ряд моментов и разобраться в отсутствии понятия «цифровая валюта» в Гражданском кодексе. На этом у меня все новости. Желаю вам удачи. Оставайтесь на канале ОТС и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»